Ох, бандиты! Меня зовут Оля. Некоторые знают меня как Аймори, а остальные меня знают как Монада, еще есть те, которые меня знают как Экосистема, ну а мой лечащий врач знает меня как пациент. Я терпеть не могу записывать разговорные видео, потому что мне потом это все монтировать и слушать 50 тысяч раз одно и то же. Но у меня пришла в голову идея рассказать, и это, кстати, классная, мне кажется, тема, и мне бы... Ау, кошка, что ты делаешь? Расскажи! Тут кот, если что, вот женский, женской версии, она за трубочкой охотится. Вот, и мне пришла в голову идея рассказать про игры, которые на меня так или иначе как-то повлияли. Поэтому я думаю, что это видео будет большое, точно не маленькое. Вот, и для тех, кто любит послушать чей-нибудь, трындешь. Параллельно я буду пить кофе. Угощайтесь, пожалуйста, я налила вам несколько кофейных кружек, чаек. Все на ваш выбор, мы находимся на кухне, что хотите, то и берите. У меня, кстати, вкусный чай из Кантата есть, есть кофе. Плюшек вкусных нету, поэтому вот с вас плюшки, ребят. Мне, если честно, самой было бы интересно узнать, какие игры как-то каким-либо образом повлияли там на человека, который меня интересует. Мне кажется, это интересная тема, поэтому обязательно, обязательно, 100% напишите в комментарии, какие игры повлияли на вас. И не просто там, я играл в Майнкрафт, я играл там, какого там, Дом 2 онлайн. Не-не-не, не важно, не суть, во что ты играл. Я сейчас как начну перечислять, во что я когда-либо играю, это вот там какой список. Мы пишем только то, что действительно на нас повлияло. Вот. Разгон нормальный. Поехали. Рассказываю о первой игре. Первая игра, которая меня взбудоражила, что-то во мне изменила, и я даже помню, что... Это была серия игр Resident Evil. На тот момент, по-моему, мне было лет 7. У меня была, даже не у меня, а у моего отца, была Sega Dreamcast. Это такая более навороченная версия Sega, где игры уже запускались с диска. И он постоянно рубился в страшные игры. И этими страшными играми, как я уже и сказала ранее, была Resident Evil. Тут я, ребята, монтирую-монтирую видео и понимаю, что я перепутала. Не Resident Evil, а то, о чем я говорю, это игра Silent Hill. То есть Resident Evil, безусловно, тоже на меня повлияло. То, что у меня папаня всегда рубился в Sega Dreamcast. Там традиционно была Resident Evil, но Silent Hill, вот эта вот игра, особенно часть комнатой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вообще... Это вообще просто полный трешак. Это реально очень страшно. Часть с комнатой, еще часть, которую я даже не смогла дальше начало пройти. Там чувак куда-то приезжает, супер заброшенный город, и потом вылезает всякие... А-а-а-а-а! Я не прошла, не знаю, что там в конце. Мне кажется, что конец не очень хороший, потому что Silent Hill любит трагичные концы. Как бы это ни звучало. Вот такие вот истории. Продолжаем дальше. И что во мне изменила Resident Evil и вся линейка Resident Evil, потому что там уже в более полуосознанном возрасте, там, в возрасте лет в 10-11, когда уже у меня был комп, я пыталась играть в Resident Evil. Но эта игруха во мне породила жуткий страх хорроров. Вот прям жуткий страх. Я в нее особо не играла. Вот честно, не играла. Я была наблюдателем со стороны. То, как люди играют в Resident Evil и в страшные игры. И эта игруха, эта серия игр мне сказала, что... Оля, есть страшные игры. Оля, ты можешь описываться. Так что ну нафиг, мы проходим стороной. Но я взяла такой мини-разгончик, потому что, ну, особо так прям вот ничего во мне не поменялось. Только да, я боюсь хорроров. Вот недавно я пыталась играть в Outlast. Ладно, вроде освоилась. Ну нахер. Отец! И из Outlast у меня начал дергаться вот этот вот глаз. И на стримах это видно реально, когда у меня начинается нервный тик. Многие сказали, типа, ой, да ты придумаешь. На самом деле ты играешь, что тебе не страшно. Ты кричишь просто, чтобы покричать. Ага, посмотри мои, блин, стримы. Так, ну что, давай. Пошли унижать настроя. Чувак. Бежим, бежим. Чувак настроя. Пошли атаковать. Алло, пошли. Что-то он уже, это, от вышки не отхватит. Что он сказал-то? Что-то, что-то не расслышал. Немного повтори. По какой причине? Мы тебе помогаем. За счет нас ты существуешь. Мы тебе помогаем убивать. Ты уходишь как герой. Мы тебя не уважаем. Мы уходим отсюда. Пошли, пошли, друг. Уходим отсюда. Уходим от него. У меня тупо, блин, дергается глаз. Так что вообще, я никак не согласна. Вообще, еще ни разу не врала, между прочим. Вот. Ну, может быть, буду когда-нибудь. Но пока я предупредю вас, хорошо? Скажу, вот тут я конкретно вру, не верьте. И вообще, свой геймерский путь я начинала со всей Гидримкаст. Осли Грейнман, Соник. Скайс оф Аркадия была очень крутая игра, да? Но не могу сказать, что это как-то на меня повлияло. Возможно, да? То есть, но это настолько вот неочевидно. Но есть игра, которая конкретно мой движок, интеллектуальный и осознанный, повернула. Мне было лет 15-16, когда у меня уже появился во всю интернет, я его юзала, ВКонтакте пользовалась. Я решила себе на день рождения купить диск. Диск с игрой. Игра была онлайн. И угадайте, какая? Диск с игрой. Линейка. Вот эта игра реально во мне вызывает сумасшедшие эмоции, мурашки, флешбеки в ностальгию. И у меня еще, знаете, какой диск был такой? Ну, обыкновенная коробочка и небо на картинке. И вот эти вот две линии. Ва, какая шикарная игра. Мой первый персонаж. Я, по-моему, даже с кем-то играла. Кто-то у меня сидел на проводе. Я, честно, даже уже сейчас не вспомню. Возможно, одна. Потому что я помню эти ламповые времена, когда я сижу в скайпе, да, мы троллимся туда-сюда. Дэм, про скайп ничего не хочу сказать, да, социальные сети, которые на меня повлияли. Это, может, следующее видео создам, но здесь только игры. Но своего рода социальные сети – это что же игры, да? Мы кем-то в начале нашей социальной карьеры в социальных сетях притворялись. И зачастую притворяемся. Мы не мы. Мы намного лучше, мы намного там красивее, успешнее и так далее. Но речь не об этом. Сейчас я хочу про игры. И целыми сутками, вот реально сутками, ночами напролет. Не знаю, почему нельзя было играть днем. Обязательно надо было играть ночью. Мой первый персонаж, по-моему, эльфийка вот эта вот с юбочкой. А потом, потом я пошла по мужикам. Никогда не играла, по-моему, за гнома, но не нравились. Я что-то пыталась начать, не мое. Не люблю эти снежные пейзажи. Пыталась я играть за человека, тоже не мое, не нравятся мне людские пейзажи. Мне очень нравился, так сказать, интерьер географический деревня Светлых Эльфов. Очень нравился. Я уже не помню, как и называли. Дварфы, что-то там еще кто-то. Не помню нифига. И Камаэль. Вот моя любимейшая раса Камаэль. Но мне вот настолько вот не было... Не то, что мне некомфортно было играть. В деревне вот этой вот Камаэля проходить все этапы развития. Самые комфортные для меня условия были это светлое, красивое оформление эльфийской деревни. Если ты играл в линейку, напиши, какая твоя любимая раса и какая твоя любимая начальная деревня. И мне сердце разрывалось, когда я узнала, что реально сейчас, вот я же недавно скачала линейку, смотрю, и там начальная локация, какая-то вообще непонятная, зачем ее, блин, встроили. Неужели это же пропадает эта ламповость, когда ты светлый эльф, и ты начинаешь свой путь возрождения, свой путь героя в своей деревне. Они взяли, блин, обновили, и теперь там не своя деревня, а типа как мясокомбинат всех, кто там... Все расы, они все там появляются. За что ж такое? Это не серьезно. Вообще, в общем, я недовольна. Но в любом случае, напиши, любимая раса и любимая деревня. Вот, моя любимая раса это Камаэля, хотя я проиграла огромную, там, блин, не помню историю, за темного эльфа, его звали Кадач. Мне очень нравится, как темные эльфы бегают, руки туда, как ниндзя из народа. Вот, но любимая раса Камаэль, они шикарные, они шикарные, такие падшие ангелы. Это все, что касается линейки. Очень много я времени потратила, денег потратила немало. Денег потратила немало, тогда я еще была шкила, и мама на завтраке давала редко, но метко. И я не люби, не умею ее копить, но все, что она мне давала, я тратила на линейку. ПС, в линейку я играла, получается, с, допустим, 14 до 16 лет. Вот так. Это самые такие очень яркие, насыщенные времена линейки. Следующая игра, которая должна быть на первом месте. Это вот главная игра, вот я могу смело заявить, что это главная игра в моей жизни, которая просто сдвинула мне нафиг сознание. И не в плохую сторону, в хорошую. То есть я обрела какое-то свое восприятие визуала, восприятие какой-то эстетики. Я очень люблю фэнтези. КОНЕЦ Морровинд? Это разве фэнтези? Что это такое? Это фэнтези, соглашусь, но это какой-то очень... Какое же у меня слово? Диковинный какой-то вот этот вот мир. Вообще вся теска. Ну, мои самые любимые это Морровинд и Обливиан. Мне нравится вот этот мир Шаагората, очень красивая история в Обливиане. Но в Морровинде вообще шикарная. То есть Морровинд, я даже оттуда взяла себе псевдоним Ольга Ридоран. Я их использую, у меня до сих пор стоит. И многие меня называют Ридорант, Дезидорант и так далее. Да-да-да-да. Вот. Но Морровинд это моя самая любимая игра. Я ее обожаю, она у меня вызывает все спектры эмоций. Конечно, да, Морровинд это игра моего столетия, моего мировоззрения, моего нутра, моего недра, моего ядра, моего орда, моего олда. Ладно, следующая игра, которая безусловно оставила некий след в моем подсознании, это... Сейчас я рассказываю про игры, которые я задротила наибольшее количество часов. Чем больше ты во что-либо задротишь, тем больше ты срастаешься с этим, срастаешься с атмосферой, срастаешься с людьми и так далее и тому подобное, да. Perfect World это игра, в которую я задонатила чуть больше 100 тысяч. Это игра, в которую я играю уже больше 10 лет, к слову. Это игра, в которую я не добилась ничего, даже в топ-клан не вошла, даже ПК нормальным я не стала. Я ничего не добилась, и у меня только один вопрос, на что я вдонатила эти деньги и на что я потратила такое огромное количество часов. Непонятно. То есть я практически... Вот ты, Лайза, даже вот эта вот кошара видела, видела и мешала мне играть в ПВ. То есть это было совсем недавно, недавно, недавно до сих пор у меня даже моя ПВ есть. И как и линейку ее ужасной спортили, я, короче, действительно, я противник всяких перетурбаций, изменений в онлайн-играх. Я из тех людей, которые считают, что если уж что-то менять в игре, да, который уже не один годик, а плюс там 5 лет, да, то меняйте движок, если это возможно, да. Но не вот эти кардинальные изменения, особенно начального вот места, где начинается игра. Ну на кой хер вы меняете начальную локу? Ну на кой хер вы делаете из множеств деревень, да, тематических деревень, в которых появляются, рождаются расы? На хера вы делаете скопище, свинофабрику, где все расовые дины бегают, ничего не понятно, что происходит? Зачем? Зачем? Как вы в людях будете вызывать вот эти вот ностальгические ощущения, атмосферы, когда ты выбираешь вот конкретную, так я обмыли, я фокусю, не фокусю, когда ты выбираешь конкретную расу, да, вот ты выбираешь, допустим, не знаю, жопорука. И ты хочешь в начальной локации видеть таких же жопоруков, как и ты. Ты хочешь видеть основное, главное здание жопоруков, да, то есть горсполком жопорочества, да, то есть нафига тебе какие-то там, не знаю, в носоглазые. Ты не хочешь видеть в носоглазых, ты хочешь видеть жопоруков и так далее, понимаете? А вот линейка Perfect World они взяли и начальную локу сделали для всех единым. Какого черта? Зачем? Тру ты, ё-моё, вот мне это вообще не нравится. И какой смысл тогда вот в этих вот родных тогда городах? Зачем? Зачем? Объясните зачем? Короче, игру испоганили и не только вот с начальной локой, да, добавили какие-то вообще непонятные, стрёмные локации. Типа, в игру играет мало сейчас людей, да, они добавляют огромную там какую-нибудь локацию города, в котором бегает два с половиной рыбокопа, и что дальше им делать там в этой огромной локации. Короче, странно, везде кликбейт на донат, который вообще никак, ну, байт на донат, который вообще никак не оправдан. Типа, вот я задонатила в ПВ больше ста тысяч, задонатила на питомца, задонатила на броню, задонатила там, ну, неважно, питомцы, питомец и броню. И суть в чём? Это броня, которая топовая была когда-то, она уже нафиг никому не нужна. Её сделали бесплатной, да, то есть я там ещё на шмотки донатила, которые были платные, сейчас они бесплатные. Там на питомца задонатила, который сейчас вообще нафиг никому не нужен, неактуальный. Ты сидишь и думаешь, а на кой хер тратить мне сейчас деньги и время, если то, что я сейчас делаю, завтра уже будет неактуально. То есть вот настолько, и тебя буквально вот вся атмосфера игры заставляет пахать, пахать, пахать. Нет расслабления. Для того, чтобы пойти там, не знаю, потусить в игре, моба завалить, побухнуть с друзьями, с кланом, да, ты должен, как это, выглядеть в гуче, так сказать, быть в гуче, если сравнивать с жизнью, да. То есть ты должен быть в гуче, у тебя должно быть минимум 50 тысяч зелёных долларов в кармане. Понимаете, вот настолько всё усложнили, вот настолько невозможно играть. К сожалению, очень жаль, потому что как изменила меня ПВ, что она со мной сделала. Она подарила мне совершенно замечательного друга Руслана, с которым я сейчас, кстати, стремлю. Обязательно подписывайтесь на мой твич, если вам интересно. Если вы извращенец и любите, как вот я вот так вот быстро говорю, ещё и играю. Вот, обязательно подписывайтесь, мы там с вами по-любому поиграем, потому что я играю со своими бандами, бандитами. Мне это нравится. Вот, такие дела обязательно подписывайтесь. Она подарила меня друга. Замечательного друга. Спасибо большое, я очень этому рада. Если остальные игры подарили мне просто ощущение, там, эмоции, какую-то визуальную составляющую во мне перевернули, да, отношение там к чему-то, восприятие, как, короче, что-то сделали со мной внутренне, да, то здесь я совершенно чётко могу сказать, что именно эта конкретная игра подарила мне моего лучшего, лучшего друга. У меня есть два лучшего друга, Руслан и Кирилл, с которыми я в жизни общаюсь. У Руслана я ни разу в жизни не видела, но он мог бы смело завидеть, что это мой, моя вторая часть. Вот моя вторая часть, как вот я такой человек, и он такой же, только немножко умнее, и красивее, и, короче, я на максималке. Я последняя игра, которая что-то во мне тоже перевернула, перевернула, что она во мне перевернула, я даже не знаю, а, окей, знаю. Она просто дала выход моей сакральной негативной энергии, ай, ударилась. Она в любом случае повлияла как-то на моё чувство юмора, на моё сознание, на моё восприятие людей, на моё восприятие негатива, конфликтов, да. Дота 2 Я очень люблю Доту, я считаю, что у неё потрясающе красивая графика, у неё не особо продуманный мир, конечно, вот это взаимодействие героев, потому что начали добавлять всякую кашу кашеную. Мне кажется, что надо было оставить вот эти герои Варкрафта, да, и пускай они там будут. Но там начали добавлять всяких там непонятных, короче. Ну, ладно, не суть, не суть. Я считаю, что... Я люблю фэнтези, вы знаете, я люблю мир Варкрафта. Я считаю, что это совершенно потрясающий мир, поэтому я фанат Доты 2. Не важно, какой бы там контингент ни сидел, на меня это никак не влияет сейчас уже, когда мне, извините, не 15 годиков, когда меня не тянет во все тяжкие, куда бы меня ни потянуло, там, негатив, пойду-ка я там маму, там, не знаю. Короче, когда я уже могу хоть как-то себя контролировать, да. Сейчас уже трезво я сижу и думаю, что действительно Дота это красивая игра, интересная, красивая игра. Проблема только в том, что уже мне как-то не вставляет она, вот не вставляет. И было интересно мне действительно играть тогда, когда только вот начинаешь, когда ты пытаешься, когда ты стараешься, когда ты, там, не знаю, трейдишь, когда ты хочешь научиться на пудже играть, как Денди, когда ты хочешь себе аккаунт на, обузить, да, 5к, ММР и больше, тогда интересно, тогда тебе действительно искренне горит. А когда вот сейчас уже в моей ситуации, ну, горят на меня, ну, порычу я там, погорчу на них, порофлю, да, но меня не вызывают это какие-то действительно животрепещущие эмоции, потому что, наверное, приоритеты у меня стоят на другом месте, и вряд ли Дота у меня вызовет хоть что-то еще раз, но спасибо в любом случае. Надо ценить то, что дает тебе эмоции, это очень важно. Если это даже негатив, мы люди, мы все состоим из эмоций, и надо это ценить, и надо чувствовать вот этот момент, тот момент, когда мы живем по-настоящему, когда вот мы что-то в себе проявляем, когда мы не просто камень, когда мы бушующая, не знаю, скала, метеоритный дождь, это круто. А если ты играл в Доту, плюс они, почему бы нет, напиши твой любимый персонаж, какой в Доте мой спектра, Эннигма, люблю Омника, но последнее время я что-то играю в Затаска, потому что, ну, и Реки, конечно, Затаска, потому что, ну, Таск классный юзабельный герой, там все у него активные скиллы, а, не знаю, надо быть вообще полным мной, чтобы плохо играть в Затаска. Вот. So, похоже, это конец, конец видео, я замучаюсь его нафиг монтировать, но смонтирую что-нибудь интересное, мне кажется, я еще поставляю всякие вставочки. Пожалуйста, обратная связь, я был мед, пиво пил, не прокатит, мне правда интересно узнать, какая твоя игра, которая на тебя повлияла. Напиши, не ленись, клянусь, интересно, клянусь, интересно, правда интересно. Напиши, 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 вообще в идеале, вряд ли это кто-то, кто-то этим займется, написать так же, вот какая игра, типа, и что во мне изменилось, какую я игру задротил. Может, я еще сниму видео, вообще все игры, в которые я играл, но мне кажется, это муторно, потому что вот там такой списочище огромный. Если понравится, зайдет это видео, под чай, под кофе, под выпивку, под шары с азотом, кто в теме тут поймет, я запишу еще видео, музыка, которая на меня повлияла, фильмы, которые на меня повлияли, фастфуд, который на меня повлиял, трусы, которые изменили форму моей задницы и так далее. Подпишись, не ленись, улыбнись, поделись, пока.